Аллаха говорит, что человек, которому принесли или хотят принести поезд, не имеет права говорить благословение, пока то, на что он благословляет, перед ним нет. То есть он сел за стол, и жена говорит, сейчас я тебе принесу. Он семимесячный и не может ждать, и говорит благословение. Когда ему нет ничего на столе, когда ему принесли, должен снова говорить благословение. Такие тоже есть. Дальше. Теперь поэтому Аллаха говорит, кроме этого мы с вами говорили, человек, кто на что благословляет, должен держать в правой руке. Поэтому не было перед ним, должен снова сказать благословение. Есть исключения, которые говорят, что если он точно знал, что ему принесут ничего не следует, может быть, он не должен повторять. Дальше. Благословение, когда человек сказал, он сказал благословение, не имеет права прерываться. Иногда мы видим здесь, что не судач лечит. Люди берут что-то, говорят, борей проец, увидели кого-то, начинают говорить. Ты на кого же сказал благословение? На яблоко или на своего друга, с которым ты говоришь? Поэтому человек, который сказал на что-то благословение и заговорил, снова должен сказать благословение, как мы с вами проходили на юрисовском талмузе. И это единственное место, где он говорит, что перед тем, как снова сказать благословение, нужно сказать, «Барук шем кевот мархутол о ламай, ты имя Всевышнего, не дай Бог произнес, напрасно!» Поэтому должен это исправить. Снова говорит благословение. Но если он сел за стол и сказал, «Амуцелехе Минарец», и потом заговорил с тем, что связано с едой, «Принесите соль, принесите хлеб, или берите и кушайте». И он вспомнил, что у него дома животные, он их не накормил. И у человека обязанность перед тем, как сесть самому кушать, накормить своих животных. Поэтому, несмотря на то, что Иерусалимский Талмуд говорит, что мы благословения, он снова должен сказать благословение, мы говорим нет. Поэтому все, что связано с едой его или даже его животных, он сказал, «Амуцелехе Минарец», и заговорил с чем-то, что связано с едой, снова благословение повторять не должен. Не, не, я что-то не сказал благословение, он с помощью рыбы не покормил, хлеб не покушает, пойти накормить, потом хлеб покушает. Он, нет, он должен покушать. Но мы говорим, что он случайно сказал, «Амуцелехе Минарец», и потом, вместо того, чтобы покушать, сказал, накормите моих животных. Тогда он благословение повторять не должен. Теперь, когда я сказал благословение, положил что-то себе в рот кушать, с какого момента я имею право говорить? Говорит Аллахан, лучше всего, пока ты не проглотил, не разговаривай. Несмотря на то, что жевание считается началом еды, все равно человек должен сначала проглотить, потом говорить. Даже, говорит, был чебулей Алекет, говорит, что человек сказал благословение, если он просто молчал после благословения, тоже должен слово сказать благословение. Но Аллахан не как он, поэтому человек сказал благословение, «Амуцелехе Минарец Борец», сразу в течение полторы секунды должен начать кушать. Но даже если просто молча подождал, благословение не повторяет, но очень важно, как мы сказали, сказал благословение, ты должен начать кушать. Ты должен помнить, кому ты сказал благословение, перед кем ты стоишь и перед кем ты ешь. А если левый ход держишь, а правый поддерживаешь, чтобы ты все занято право.